Если говорить о влиянии искусства на жизнь и работу ученых, на меня это большое влияние оказывает. Мой родной дядя, который оказал на меня колоссальное влияние с моего детства, он художник, очень хороший художник. Моя жена, горячо любимая, тоже художник. Одна из моих дочерей, у меня четверо детей, вернее сейчас трое, четвертого ждем. Одна из моих дочерей, судя по всему, станет художницей. Так что я со всех сторон окружен художниками. Есть друзья-музыканты, я только что принимал участие, читал лекцию на Белгородском музыкальном фестивале, рассказывал про именно эту тему, как ученые и художники смотрят на мир. В каком-то смысле вместе смотрят на мир, потому что мы все живем в одном и том же мире, каждый видит его по-своему. Но вот оказывается, что иногда художники и ученые могут видеть мир одинаково, иногда художники своим, может быть, более смелым, более интуитивным взглядом могут предвосхитить ученых. Если вы посмотрите в живописи, какие научные революции, как квантовая механика, они были предварены подобными же революциями в живописи. Квантовая механика, которая отказывается от четкости в описании всех возможных, одновременно в описании всех возможных характеристик частицы, была бы восхищена таким революционным направлением живописи, как импрессионизм или другое направление, пуантилизм, в которых тоже идет отказ от четкости линий, где описывается все либо широкими мазками, передающими впечатление, а не точную картинку объекта, или точечками, как пуантилизм. Это, мне кажется, могло и, скорее всего, поменяло мировоззрение ученых, возникнув за полвека, где-то до квантовой революции. Наверняка это повлияло на взгляд ученых на мир, что можно мир описывать и не полным четким описанием, а другим вероятностным, например. Это совсем не та живопись, которая была в эпоху Возрождения, например. Сравните с Микеланджеле, с Рафаэлем, которые рисовали практически фотографически четкий образ. Здесь с широкими мазками, как будто в какое-то расплывчатое стекло смотрите на мир. Или пуантилизм, тоже очень интересная техника, где вы каким-то образом чувствуете дискретность материи, где объект вырисовывается просто совокупностью точечек разного цвета. И вы понимаете, что эти точки — это всего лишь точки, но они так упорядочены, что вы прекрасно видите, что вот здесь, например, нарисован мужчина, а здесь нарисованы горы, а вот там нарисована вода. И это объяснять не надо, это человек и так понимает. И на самом деле ведь то, что мы видим, мир, который мы воспринимаем, он тоже состоит из точечек. Нет непрерывной материи. Материя дискретна, она состоит из атомов, которые намного меньше по размеру, чем расстояние их разделяющие. Это ведь тоже своего рода точечки такие. Тоже искусство в данном случае видит мир наукоподобным, если хотите. Наукоподобным. Мне очень нравится работать под музыку. Причем музыку я люблю абсолютно практически всех жанров. Ну, может быть, кроме там тяжелого металла, практически все остальное я слушаю. Главное, что музыка была хорошая. От классики до рока, до поп-музыки. Как правило, когда я сажусь работать, у меня включен там iPad, музыка, и чего-то мне там играет. Ну, как-то это помогает, да? Это помогает, причем под каждое настроение и под каждый стиль работы есть какая-то там своя музыка, какой-то свой стиль. Например, если вы хотите сосредоточиться, прямо вот хорошенечко подумать, то, наверное, лучше всего классика. Если вам нужно быстро-быстро что-то делать, я не знаю, вы обработаете огромный объем данных или что-то писать или так далее, то какая-то более энергичная музыка помогает. По-разному. Ну, это у меня так, у других людей, наверное, по-разному. А фильм «Любимый» есть какой-нибудь? Знаете, я очень давно не смотрел кино. Вот очень давно. У меня ощущение, что кино последние годы находится в кризисе, поэтому просто не особо возникает желание его смотреть. Последний раз я смотрел фильмы, не помню, несколько лет назад и уже не получал такого большого удовольствия, как раньше. Я даже не помню, какие там фильмы были. Я телевизор не смотрю, кино не смотрю. Я много читаю, но кино... Мы ходили с детьми на какие-то фильмы. Я уже не помню, слушайте. А кто любимый писатель? Лев Толстой. Я очень люблю Толстого, причем это как-то эволюционно у меня. Когда я был школьником, я его не любил. Мне он казалось очень многословным. И каким-то... Мне казалось, он не искрен. В детстве так мне казалось. Мне казалось, что он многословен и еще чего-то там. Я уже не помню, чего. А потом прошло время. Я как-то стал понимать Толстого все больше и больше. Я понял, что как раз вот Толстой на самом деле является исключительно искренним человеком. И вы даже можете видеть это по его произведению. Вы можете видеть, как он сам эволюционировал как человек. Вот его ранние произведения, его поздние произведения. Поздние произведения Толстого, конечно, мог написать только пожилой человек. Человек, который видел жизнь во всех ее проявлениях. Может быть, доживи Пушкин и Лермонтов до такого возраста. Может быть, они бы тоже писали подобные произведения. Мне нравится Толстой тем, что он менялся. Тем, что он всю свою жизнь чему-то учился. Это был живой человек, идущий по своему пути. И когда у меня родился сын, я назвал его Лев в честь Льва Толстого.